Так, вы готовы? Нейросеть? Нейросеть! Это, сука, нейросеть! Это гениально! А на ним хотелось бы увидеть реакцию на видео Киберпанк 2077 Призрачная Свобода, трейлер с голосами русского дубляжа. Это вот, наверное, та самая история, которая, да? Да. Вот. Ну, такое, какой-то... Do you believe? Отшер. Да. Такая местами, да? Не, местами да, но местами всё равно. Это, ну, так немножко начинаешь поднапрягаться от этого, если честно. Есть, есть такое, что скрывать. Потому что вот так вот представишь, ну, ладно, трейлер игры, а вот так твой голос, не дай бог, не приведи, вот твой голос позвонит кому-нибудь и что-нибудь скажет. Ну, да. То есть это на самом деле, это вот я недавно, стримеры сейчас очень прикалываются с voice changer'ами, как раз этими нейросетями, и накидывают голоса известных стримеров, с этим очень играются. Я говорю, ребят, вы не понимаете просто, к чему вы идёте. Они говорят, да ладно, это прикол, это прикол. Я говорю, это прикол до того момента, пока ваш голос не позвонит или что-то не сделает. Так что, соу-соу. Я вот реально, я ещё на прошлой актёрской курилке сказал, что я когда вот... Ты смотрел, Ваня, этот трейлер? Да, показывали мне. Вот, там вот Илья Бледный... Нет, я переключил, там Джеки нет. А, который первый трейлер, я говорю. Да, смотрел, меня там нет. Я не смотрел, но осуждаю. Нет, мне такие, хочешь посмотреть, там я есть? Нет, всё, нет. Нет, я не буду это смотреть. Но именно реплики, две реплики Бледного в конце за Джонни, я бы сказал, что это почти живой голос. Почти, когда вот он там говорит, да, пистолет у тебя уже в руке, приставь его к виску и выстрели. И там, грубо говоря, как будто просто Илья сделал так, ну, немножко как бы лениво. Но при этом это как будто живой человек. А давайте посмотрим, дайте, скиньте мне ссылку, пожалуйста. Давайте посмотрим эту озвучку. Я... Хоть поржём. Давайте я дам какой-то комментарий по этому поводу. А? Хотите? Хотите, 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 хотите? Или что? Так, вы готовы? Нейросеть, нейросеть. Это, сука, нейросеть. Это гениально. Так, сейчас надо меня поменьше сделать, да? Ча. Так. Ща. Ага. Во. Ээ, про... Слушайте, до чего дошёл прогресс? Ща. До. Ну-ка. Поехали. Должен же быть другой выход. Должен. Должен. Ну-ка, ещё раз, подождите. Должен же быть другой. Ну, почти. Так, ладно, идём дальше. Выход. Джонни. Я умираю. Пиздец. Вот это пиздец. Я... Вы что? Ну, это жопа. Как дальше пойдёт? Вот вы слышите? Юлька как будто живая это сейчас сказала. Понятно, что тут чуть нужно было бы активнее, но... Как? Как? Уважаемый... Сталкер. Блядь, у меня теперь триггер на это слово. Сука, Сталкер. Короче, уважаемый Сталкер, напишите мне, пожалуйста, если вы увидите этот стрим. Если вы увидите, напишите мне, пожалуйста. Блин, это... это капец. Как? Как? Выход тут только один. Ну? Ви. Меня зовут Сойка. Я аналитик разведки НСШ. Я знаю, что у тебя в голове бомба замедленного действия. Ну, вот... Бомба замедленного действия уже... уже не очень. А вот предыдущие реплики прям туда. Я могу спасти тебе жизнь. И в чём подвох? Сука! Что это я смотрю вообще? Это... Не, ну, смотрите. Давайте, да, давайте разбираться. Я могу спасти тебе жизнь. И в чём подвох? И в чём подвох? Как бы, блин... Ну, тут я слышу, что это нейросеть, но... Типа вообще, в целом, сха-ва-ют. Да? Тебе надо будет приехать в Доктаун. Внимание всем жителям Доктауна. Президентский шаттл Space Force 1 потерпел крушение в нашем скромном районе. У него есть тысячи причин, чтобы взять Майерс в заложницы. Нам нужны спящие агенты. Время разбудить их. Что, у Новых Штатов снова есть работа для нас, а? Ага, это Светлана Кузнецова. Не знаю. Я, конечно, я... Ну, я теперь немножко режиссёр дубляжа, но в данном случае я никак не могу сравниться с Эвелиной Сергеевной Новиковой, но Кузнецова подходит, подходит. Можно было бы лучше конкретно подобрать, скорее всего. Бутничеку. Мы в волчьем логове. Уважаемый сталкер, то, что вы добавили голос Владислава Копа, блистательного мастера, боже мой, на которого молиться в пору за его талант, именно за Идриса Эльбу, это мой вам отдельный респект, потому что, ну вот, я уверен, что если бы была озвучка DLC, если бы она была именно Владислав Коп, я думаю, озвучил бы Идриса Эльбу, это вот прям вообще даже... Ой-ой-ой, Ольга Кузнецова, да, вы правы, да, точно, точно. Освободи мастер, валите оттуда. Безопасность президента превыше всего. Блядь, блядь, блядь! Нет, вот это слышно, что нейросеть сильно слышно. Если попадемся, нам конец. Погоди. Слышишь? Черт, побери! Она двигается! Беги! Сюда! Скорее! Хм, ну и плохо. Думаю, кто-то нас сдал. Ви, предательство — это палка о двух концах. Вот это, это вот охуеть. Это, считайте, фактически хороший дубль. Ну, понятно, что можно было бы чуть получше, чуть поглубже, чуть более в пространстве, в атмосфере, но... Камон! Камон! Я что, теперь не нужен, что ли, буду? Или чё, блядь? Это одна большая игра в угадайку. Куда бы Майерс ни пошла, ее путь — пуст лан трупани. Мне нужно лишь то, что пообещала Сойка. Или... Блядь. Чё происходит вообще? Касто. Обстоятельства изменились. Ты со мной, а? Иллюзия свободы притягивает отчаявшихся. Выбери свою правду, Ви. Давай. Пистолет — какое-то говно. Вот честно, не знаю, вот вам нравится вот этот пистолет, чат? Скажите мне, пожалуйста, типа, блядь, его прям вот из этого кейса доставать. Пистолет как... Ну, это обычный Лексингтон. Ну, типа, ну, камон. Так, так вот показывать прям такую пушку, ну, чё-то хуй знает. Пистолет уже у тебя в руке. Ещё раз. Выбери свою правду, Ви. Давай. Пистолет уже у тебя в руке. Чё происходит? И ставь его к чьей-нибудь башке и выстрелить. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Кажется, у меня для вас плохие новости. Я на завод. Я нахуй не нужен уже обнять. Хорошо, что я себя в озвучке отменил. Это правильно. Если я не найду выход в ближайшее время, то умру. То умру нейросеть сбросила. Типа, тут нужно было тогда нагнетать атмосферу. То есть, если бы это записывала блистательная актриса Юля Горохова, тут бы, естественно, было, как вас найти в ТГ. А вот видите, закреплённая ссылка ТГ. Вот. Слушайте, похоже, мне пора реально... Это самое... Всё. Отвали. КИБЕРПАНК 2077 Призрачная свобода 26 сентября 2023 года Жесть. Просто... Ёбаная жесть. Я по-другому, извините, я буду сейчас материться, потому что... ЧТО ЭТО Я СЩАС ПОСЛУШАЛ? КАМОН! Ну, чё-то как-то прям... Да. Японцы аниме тоже будут озвучивать без тебя. Да я тоже уже... Я уже аниме не буду озвучивать, фактически. Типа, камон. Слушайте, ну, вообще, это шопа. Как минимум... Ну, так-то... Уважаемый... Прости, господи. Ужасное слово. Сталкер. Слушайте, а можно... Просто гипотетически... Я не знаю, это, короче, в небеса отправление. Мне интересно, что будет с моим голосом, если вы так же сделаете, допустим, этот же трейлер, но с моим голосом. Понятно, что там от лица женского персонажа идёт... Но мне интересно, насколько это возможно вообще. У РХС работа нейросетка заберёт? Да, слушайте, не только... Причём здесь РХС? Не только ж у них. Стайкер? Ну, стайкер, уважаемый, стайкер. Да, блядь. В общем, сделайте, пожалуйста, мне интересно. А если нейросеть озвучит, скормит ваши фразы из основной игры? Вот давайте, кстати, вот этот момент затронем на минутку. Вот тут человек написал по поводу, если нейросеть озвучит. Вот у меня случилась недавно ситуация, я увидел, как Павел, какой-то Павел выложил новость и какую-то статью о том, что готовит DLC Phantom Liberty к озвучке нейросетью. То есть он скормит нейросети наши голоса. Я это выложил у себя в телеге и написал, что я говорю, делайте, но мой голос не трогайте. Он у меня отметился в комментариях, начал всё-то там писать, что я вообще за Юлю играл. Я говорю, вот и с Юлей разговаривай. Я говорю, а мой голос не надо трогать. И по поводу нейросети, я вот, если кто-то есть в чате, кто думал об этом, сразу говорю, я против, и, пожалуйста, не надо трогать мой голос. Сделайте, найдите артиста лучше, который это сделает лучше, но только не меня. Мне тоже написал парень, сказал о том, что он разработал бот. Бота, я не знаю, это тот же парень или нет, я не помню, как его зовут. Он меня просто уведомил о том, что он хочет использовать мой голос в боте для нейросети, для озвучивания дополнения. Я сказала, что, пожалуйста, мой голос не используйте. Ну, просто это не... Ну, да. Я не хочу. Ну, да, да. Ну, либо платите большие мне деньги. А я сказала, бесплатно, нет, он говорит, но это моя разработка, я долго над ней работал, средств у меня нет. Да, наплевать на твою разработку. Ну, типа, посыл был такой, что я так старался. Ну, да, я так старался. Да, я так старался, но я сказала, нет. Все правильно, туда его. Не, ну... В общем-то, да, в общем-то, да, за это мы сейчас и боремся. Абсолютно логично. Алена сейчас решает эти вопросы, да. Ну, иначе, как бы, тогда зачем мы нужны, если нейросеть сейчас вырастет, и можно вообще все, что будем озвучивать. Вот, я думаю, что... Нет, ну, понятно, что люди могут просто не спросить и сделать, и как бы уже... Обожаю зрителей, которые пишут, что хорошо, что ты об этом сказал, Егор. Как же жаль, что для этого не нужно ничье разрешение. Вот благодаря таким комментариям, Иван, как раз и индустрия может порушиться. Говорит, простите, я больше не буду писать... Класс, вот это гениально. Ну, хватит. Как ты мог, да? Ваня молчал, он думал, когда вы что-то придумали. Я думаю, что в ближайшее время возникнет определенная судебная практика и некий прецедент, когда, где мы сможем доказать свою правоту, и все это будет удаляться. Да, я очень надеюсь, что так и будет. Понятно, что будет пиратство, что будет вот это все. От этого мы не убежим, этому подвержена наша вся индустрия. И тут как бы, ну, только какой-то регулирующий орган сможет это учащать. Да, только так. А, ну, как ты, как ты сделаешь? Ну, вот сейчас люди сделают это DLC, ну, и что ты с ним сделаешь, понимаешь? Да ничего. Ну, я не знаю. Ну, да. Кто-то у меня уже, я могу сказать, у меня в комментариях в телеге кто-то уже сделал еще один трейлер Киберпанка, накинул туда только уже мой голос, который просто я открыл, я охренел от этого ужаса. И это было невозможно слушать. Да? Угу. Я чувствую себя странно. Спасибо.